Дорогие! Обычный учебный день в медицинском университете. Страсти начали кипеть с самого утра. Наблюдательный совет, созданный Министерством Здравоохранения, при поддержке активистов нацкорпуса смог попасть на территорию вуза и закрылся в ректорате на совещание. Во время заседания в помещение ворвались неизвестные и распылили газ. Также поступила информация о минировании вуза, которая, естественно, оказалась ложной. Все закончилось потасовками между полицией, нацкорпусом и сторонниками нынешнего ректора Юрия Сухина, которого связывают с бывшим ректором Виталием Запорожаном. Эти люди уже несколько раз рейдерски захватывали здание административный корпус, наш ректорат, и они пытаются доказать всему университету, что они власть. Наш университет, сотрудники университета сплотились и руководствуясь решениями судов, которые все были в нашу пользу, которые доказали, что есть единственный законный сейчас назначенный руководитель университета, это профессор Сухин Юрий Витальевич. Министерство же образования видит на этой должности Владлену Дубинину. Стороны обвиняют друг друга в рейдерстве, а параллельно продолжаются судебные тяжбы. Ситуация сложилась таким образом, что выплаты зарплат и стипендий через госказначейство оказались заблокированными. Люди пять месяцев не могли получить свои деньги. Лишь в прошлую пятницу ситуация сдвинулась с мертвой точки. Наконец-то Одесский Медин получил заработную плату в пятницу и вот сегодня отдали еще немножко. Поэтому люди уже как-то могут жить, на что-то рассчитывать. И в принципе люди получили то, что они отстаивали в течение пяти месяцев. Правда, как очередной конфликт повлияет на дальнейшее финансирование вуза, непонятно. Ведь ни одна из сторон отступать не собирается. И де-факто двоевластие в университете продолжается. Ну а по итогам сегодняшних событий был задержан 51 человек. И сегодня была попытка, опять же, штурма и попытка выбить, сорвать само заседание наглядовой рады, которое сегодня проходило в ректорате. Мы это прекрасно видели. Подъехали люди на неизвестных машинах без опознавательных знаков и попробовали ворваться в здание ректората Медина. Есть травмированные с обеих сторон конфликта. Также по предварительной информации пострадал минимум один полицейский. Он был доставлен в больницу. Константин Гречаны, Юрий Шинкаренко, телеканал Репортер.